Любимые песни, зажигательная атмосфера и море позитивных эмоций. Все это с лихвой присутствовало на концерте уникального проекта «Десять песен атомных городов», который прошел в Десногорске в минувшее воскресенье. Подробности в сюжете. «Десять песен атомных городов» – это проект, реализуемый в рамках программы «Территория культуры Росатома». Он объединяет сотни талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в 21-м Атомграде. Новый тур проекта стартовал 28 августа. Десногорск стал четвертым городом, который посетили музыканты за этот период. Десногорск очень трудно перепутать с каким-либо другим городом. Он мне безумно нравится. У вас потрясающие люди, огромное количество детей. Я вот каждый раз, как приезжаю, вообще удивляю, вы работать когда-нибудь успеваете или только вот детей делаете. Очень красивый город, мне он безумно нравится. Серия концертов проекта «Десять песен атомных городов» приурочена к 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности. Глава Десногорска Андрей Шубин отметил особую важность для города и его жителей мероприятий такого масштаба. Нам очень приятно, что в год 75-летия атомной отрасли данный проект вновь вернулся в город Десногорск и жители получают хорошие эмоции. Так говорится, дай бог, что все было так всегда хорошо и прекрасно. География концерта была очень обширная. В Десногорск приехали музыканты из разных уголков России. Не обошлось и без участников проекта от Десногорска. На площади артисты исполнили знакомые всем поколениям песни. Живой звук и красивые голоса не оставили равнодушными никого из зрителей. На песне жить и любить помогает, она как друг и зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ.